здравствуйте друзья сказать по правде мы с вами уже были в этом местечке здесь продают строительные материалы для участка то есть вот видите тут и плиточки и вот и такие плиточки и такие плиточки нас в данном случае интересует гравий ну и вообще может быть какие-то другие материалы то есть мы пришли со специалистом который будет заниматься нашим фронт-ярдом и бэк-ярдом в санта-круз сейчас мы подберем тут светлана за старшего я так чисто видеографией занимаюсь мы хотим в санта-круз поскольку с водой тут проблемы стали мы будем делать такой обезвоженный ландшафт вот и какой мерседес прикольно ребята это в мое детство такие были вот этот желтенький гравий называется калифорния голд так а это называется речной речная галька так с вами назвали а вот такие тоже есть смотрите здоровенные то есть на самом деле их их видно вот на фронт-ярдах частенько так встречаются такого размера тоже а вот такой мыси пусечка такая вот они такие мелкие вот эти какой мелкий гравий это называется юба кварц так ведь такими секциями а это как бы горошек совсем мелкие да так сейчас подойдем но вообще-то почти песочек почти песочек друзья вот такой камень смотрите как интересно я бы сказал чисто внешне он похож на кусочки бетона вот но надпись говорит вот drain rock то есть действительно камень видимо так здесь покрупнее здесь тоже drain rock это же немножко так похож на кусочки бетона вот но покрупнее тоже ведь ой а дальше тут чего вот такие я бы сказал что страшненькие даже не знаю куда такое а вот так происходит загрузка ведь он взял ковшик и так загрузил а вот многие значит продаются так в пакетах разновидности каменюк вот они в этих пакетах мы на самом деле изучали вопрос по ввозу этого добра из китая и цены смехотворные надо брать там не меньше десяти тонн правда чтобы по тем ценам оптовым брать но у нас получалось больше десяти тонн но мы подумали что знаете как телушка-полушка дорубь перевоз в общем хлопоты большие мы не стали связываться смотрите какие кирпичики симпатичные такие тяжелые увесистые да вот тоже у нас очень принято вот такими белесыми отделывать кирпичиками тянет тоненькие нагрузки не дают такой не знаю но все увесистые так а это то чё ведь как у нас со светланой разногласия во вкусах расхождение во вкусах вот мне нравится такой кирпич он такой красивый свет и год что ты ведь у нас же современный дом а так люди будут думать что ему сто лет ну будут а кирпич мне нравится в общем я не вмешиваюсь потому что знаете как ой да это должен один человек решать при условии что второй не бьется в истерике так что я пока не бьюсь в общем все нормально не знаю друзья не могу сказать почему но у меня совершеннейший восторг на душе когда я вот такое вижу может мне надо было строителем быть даже не знаю в детстве например постоянно копал во дворе особенно когда знаете снег тает лужи образуются и вот я прокапывал какие-то канавы все говорили миша вырастет строителям будет да не получилось строителям а вот такие тоже знаете как бы лом такой даже не знаю как назвать и валуны и тут такие поменьше побольше они спиленные слушайте это наверное декоративное такое ну вот и что это тоже она спилена с одной стороны в таких сетках тоже спиленные оно так выложено что иногда не поймешь но действительно здесь только половинки вот такие клетки прям думаешь там звери должны быть а там нет зверей а вот это друзья сетка специально против сусликов это песня по форвар вот эти самые суслики они прокапывают по страшному вообще от них избавиться почти невозможно я вам хочу сказать по-честному я видел как кладут эти сетки и потом сверху и там и все такое и они все равно пробивают то есть может быть они наружу не проходят но все равно они деформируют поверхность а вот этой сетки и то что сверху на ней лежит в общем с сусликами так просто не поборешься сосед у нас тоже вот так укладывал укладывал а сейчас страшно посмотреть что не творится там с участком а с того места где я сейчас стою хорошо видно кору дробленую вот видишь там для того чтобы присыпать грунт тут тут стоит и вот еще левее там тоже много вот такие материалы может быть это не обязательно кора может еще какой-то древесный материал с лесопилки там не знаю с дробилки вот такие вот тут уже я совсем с близкого расстояния снимаю я бы назвал это щепой какой-нибудь вот но видите сами это более-менее крупная а вот та помельче такая помельче дробленая я не вижу у них своей дробилки может она привозится все не знаю иногда бывает что такой бизнес со своими дробилками а вон там каменюки не хочу туда ходить там какие-то тяжелый транспорт ходить вот посмотрите валуны я бы сказал в поисках нашего каменного века друзья мы оказались в городе аптас это такой ну скажем пригород можно сказать санта крус ну сам по себе городок очень не дешевый надо сказать очень благоустроенный такой вот зажиточный и вот мы тут в аналогичном предприятии находимся тоже это вот травка искусственно ведь как выглядит от настоящий не отличишь во всяком случае вот тут как она постелена здесь такие каменюки большие лежат в таком доступе я подумал давайте покажем вам каменюки вот они красавцы каменюки продают на тонны на вес можно сказать мы в живописнейшем месте находимся вы себе не поставите какое тут красивое место это трубы такие видите с дырочками для ирригации и этим трубам еще есть камни специальные вот мы видели на предыдущем участке такие камни которые сначала засыпаются в траншею потом вот уже трубы потом сверху опять ко мне вот там хайвей немножко подальше вот хайвей очень такое живописное красивое место и прямо тут же вот уже какая-то хозяйственная деятельность ведется рядышком но воздух чистейший и очень очень приятно здесь пятерок дует и вот я повернулся спиной просто на 180 градусов развернулся и вот вы видите это место где продают камни и другое оборудование а вот эти пористые каменюки это видимо лава я не скажу точно но так напоминает лаву и она такая вся пористая мхом сразу зарастает лишайником каким-то такая ведь она все же заросло это предприятие конечно гораздо большую площадь занимает чем то где мы начинали нашу съемку место много у них там громадные россыпи всяких материалов вон там наверху смотрите работает такой бульдозер вот такие отделочные материалы они распиленные довольно крепкие между прочим не то что вот наступил на не будем там треснет нет очень красивый материал вот дорожки делать или там ну какую-то площадь горизонтальную покрыть ведь они разные в аризоне есть добыча вот этого всего там добывают распиливают аризона большой поставщик вот этого материала вот вы видите как много всего тут подальше немножко вот здесь и там дальше тоже много много всего видите что творится очень красивый вы видите друзья внутри вы тут зашли в магазинчик и тут много разных видов травки видите как все это искусственно и светлана у неё дать я сниму картиночку сколько слоев всего вот посмотрите под травку ты можешь сказать синтетическая трава потом инфил наполнитель потом краш трог камень дробленый потом сама земля вот то есть сверху на землю надо раз-два два слоя потом травка я вот здесь что написано то есть нужно прочесть чему это относится потому что здесь как же в общем не так просто травку вы видите тут такой продукт называется экзотическое стекло экзотик глаз 27 долларов 26 99 такие ну осколочки такие битаясь ну не она не битая специальным образом изготовленная вот я думаю на светленького вам лучше будет видно светленькая стоит дороже это 29 30 к 29 95 видите ценник 29 95 сделано в сша вот представьте себе цены да я думаю что если тоннами брать на дешевле будет но все-таки это 10 фунтов вот до 10 фунтов 4536 килограмма а вот маленькие пакетики такие ведь они по 8 долларов давайте я гляну какой вес у него два фунта вот два фунта уже 8 долларов честно говоря даже не очень представляю себе куда можно деть два фунта такого материала ну почти килограмма здесь цветов больше там где маленький эти золотистый такой зелененький вот так друзья выглядит калифорния в каменном веке воды почти нет так только для звука трава искусственная каменюки и даже единственное живое существо тут лягушка и так каменная ее еще придавили каменюками другими вот такой вот можно сказать архитектурный проект ну и соответственно современные растения вот им можно сказать воды не требуется полива не требуется вот они красавцы такие вот еще тут современные такие пожалуйста разнообразие очень смешно есть очень смешной плакатик висит я вам сейчас покажу вот написано по гугле название растения если те нужна информация вот так нынче если у вас друзья есть например соты на участке и вам нужно побольше пчелок да вот пожалуйста тут квадратного метра нет поверхности этих пчелок тут это сотня летает не знаю не знаю даже как эта штука называется но вот для любителей пчел явно давайте покажу такие стенды это стандартные стенды они показывают разные виды камней как они выглядят ну когда они просто там камень а вот ну какая-то поверхность более-менее организованная вот так вот тут здесь такой импровизированный дворик получился ли ведь они камнями выложили без всякого цемента просто так на песке лежит вот я по ним хожу они подо мной немножко покачиваются ну давайте значит посмотрим более медленным таким ходом пойдем так сейчас приблизим жук вот пожалуйста так итак итак так наверно надо отойти немножко чтобы все сразу вошло в кадр вот так выбор большой я хочу сказать что вот мы уже тут час бродим и все пытаемся определиться тут картиночки рисуем куда чего травка а вот сама стеночка какая красивая у них тут вышла вот такая тут их из разного материала вы видите наверно границу между разными материалами вот этот медальончик посередке тоже в таком месте по центру можно и фонтанчик поставить и скульптурку какой-нибудь а тут у нас что пожалуйста natural stone rock face antique brown antique yellow пожалуйста много материалов из индии и из китая мы продолжаем просмотр у меня такое ощущение внутреннее что вот на первом месте было как-то больше всего даже не знаю почему так у меня складывается такое ощущение видите это толстые такие камни с закругленным концом вот это bullnose ну и напоследок тут вот тоже с другой стороны стендов тоже что то есть я показываю я не к тому чтобы вас удивить то что я подозреваю что там где вы живете выбор строительных материалов не хуже а просто я показываю что есть у 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